За школами следят так, что мы на йоту не можем отступить, на полградуса. И поэтому я очень был удивлен, ну как так, так. Давайте так, если бы нарушения были критичные, большие и страшные, я бы уже сидел в тюрьме. Директор Канской школы Вацлав Малицкий ведет нас по пищеблоку и не скрывает своего негодования о раздутой в интернете ситуации вокруг проверки Роспотребнадзора. Плановое мероприятие было проведено специалистами ведомства еще в феврале. В заключении сказано, что у работников пищеблока в санитарных книжках отсутствуют отметки о прививках от брюшного тифа. Однако персонал учреждения не согласен с выводами надзорных органов. Вообще-то мы без прививок работать не можем на кухне, тем более это дети и пищеблок. У нас медкомиссия проходится год в год. Во-первых, у нас была проверка 18-го, у нас 18-го заканчивается, 22-го мы все сдали прививки, и все, и у нас все было готово. Уже 22-го на 23-е было все отправлено. Я не знаю, какие еще к нам претензии могли бы быть, что какие-то запущенности, или что-то было. А это мастерская по обработке металла. Здесь специалисты надзорного ведомства обнаружили больше всего нарушений. Плохое освещение, трещины на полу и потертые парты. Это зазор между плитами ДСП. По мнению РОП-падельного зазора, они формально-то повторят правильно, люди делают свою работу, правильно? И наличие этого зазора – это потенциальное скопище бактерий. Сказать, что я с этим сильно согласен, ну, наверное, не очень. И это исправится очень легко, мы летом клеем все, краска нивелируется. Это не сильно великое замечание. Ну, давайте посмотрим на освещение. Вы можете пересчитать количество ламп здесь, но по нынешним стандартам, по существующим, должно быть больше ламп и больше освещенности. Мы это добавляем летом, технически просто, и все будет исправлено. За все эти недочеты школа и ее руководитель получили штраф в размере 33 тысяч рублей. КБУ «Канская школа» выдано предписание об устранении выявленных нарушений с установленным сроком исполнения и представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения. Ежегодно сотни тысяч рублей выделяет Министерство образования только на устранение предписаний в этом учебном заведении. За текущий учебный год здесь установили две двери, пластиковые окна, холодильное оборудование и докупили кухонную утварь. Новые замечания Роспотребнадзора руководство планирует устранить в ближайшее время.